За прошедшие 9 месяцев, а особенно в последнее время, зафиксировано увеличение выручки на 10%. Что касается количества договоров с юридическими лицами, то на начало года их насчитывалось 1200, а на сегодня уже 7000. Также выросли показатели оплаты со стороны физических лиц, организаций и предпринимателей. Благодаря оперативной работе юридического отдела САХ, судами и службой судебных приставов, сборы достигли 92%. Новая дислокация контейнерных площадок на четырех улицах центра города позволила сэкономить городскому бюджету 3 миллиона рублей. Стоит отметить, что половина городского мусора бросовый и неучтенный, включающий в себя строительные отходы. Этот вид мусора вывозится за счет городской казны в ущерб местному бюджету. За 9 месяцев стоимость утилизации такого бросового мусора превысила 250 миллионов рублей. В связи с этим департаменту городского хозяйства Мугдин Чермит поставил задачу организовать совместные рейды по выявлению нарушителей. Им теперь грозят крупные штрафы. Новое управление административного контроля, которое тоже включилось в эту работу вместе с районами. И естественно мы наведем порядок. Жители и гости города должны понимать, что все эти меры направлены только для того, чтобы у нас в городе было чисто, было красиво. Чтобы мы ежегодно не просили у бюджета для нашего предприятия десятки, а то и сотни миллионов дополнительных рублей в виде субсидий для того, чтобы вывозить бросовый или так называемый неабонированный мусор. САХ сейчас действует в непростых условиях модернизации. Предприятие в марте-апреле стояло фактически на грани банкротства. Его долги на тот момент составляли около 700 миллионов рублей. Тогда САХом управляла компания ТСМ, которая должна была улучшить финансовые показатели. Но фактически предприятие из прибыльного превратилось в убыточное. Сейчас город судится с компанией ТСМ, возбуждены уголовные дела. Компания принимала мусор по завышенным тарифам – 4500 рублей за тонну. При этом накопления не вывозились на полигоны, а складировались на территории по улице Водораздельная. В итоге САХ был взят под муниципальное управление. К своим обязанностям приступила новая команда предприятия. Стоимость вывоза мусора из Сочи на полигоны Краснодарского края снизилась до 1500 рублей. Проводится масштабная автоматизация компании. Она уже в ближайшее время позволит контролировать процесс от контейнера до полигона, учитывать расход топлива и автоматически фиксировать количество мусора на каждой контейнерной площадке. Городам и предприятиям по решению суда за один месяц был полностью ликвидирован так называемый «мусорный помир» – тот самый мусор на водораздельной. Организаторам уже выставлен счет претензия на сумму 90 миллионов рублей. Продолжение следует...